здравствуйте зрители нашего канала сегодня хочу представить вам еще одно оптическое устройство маленький прибор но продолжая тему маленьких биноклей как я их называю карманах я также хочу познакомить вас с маленьким монокуляром лейка длина его всего 97 миллиметров диаметр 35 и 5 миллиметров вес этого монокуляра всего лишь 112 грамм переносится вот он в такой тубе или как кожаном футляре кстати очень очень удобно вынимается с немцы молодцы в этом они преуспели раз папа и готова достаем что можно еще сказать минимальное фокусное расстояние этого монокуляра всего лишь 25 сантиметров тем самым делая его возможным в мельчайших подробностях рассмотреть растения насекомые там быстро плохо видишь булку какие-то мелкие там пыль вот лично я его иногда использую как микроскоп то есть карманный микроскоп сейчас данный момент я рассматриваю фактуру ткани моих джинсов вот так она выглядит через этот монокуляр только надо смотреть не через объектив вернее не через окуляр а через объектив в обратную сторону видите потертости все здесь это видно ну но этот монокуляр во-первых водонепроницаем полный водонепроницаемость до 5 метров заполнена азотом от запотевания вот а сейчас смотрите я увеличиваю также рассматриваю шариковую ручку вот так выглядит шариковая ручка с увеличением так выглядит кнопка hold машине видите вокруг вроде бы я всегда пыль протираю в машине чищу но как видите вот так вот мы ездим и дышим вот этой всей пылью вот даже он ворсинки все все видно до мельчайших подробностей поле зрения этого монокуляра на 1000 метров 110 метров объективный угол видимости 6 и 3 градуса также предусмотрим для людей в очках выдвигается вот эта заслоночка сейчас задвинул я фокус меняется настраивается вот здесь вот этой штучкой колесико вот давайте попробуем сделаем видео через этот монокуляр через лобовое стекло конечно четкости нету надо выйти на улицу да и погода у нас сегодня пасмурная вот я вышел на улицу те же самые кресты напротив даже . локации вот сейчас смотрим четко качество четкость идет и по краям погода стоит пасмурная но не не морозная снег как вы видите сошел быстро не везде конечно загородом еще снег него еще не пошла то есть стоит подо льду литейный мост лахта центр на химовское училище я уже рассказывал об этом там мечеть видна вдалеке это воскресенская набережная раньше она называлась набережная робеспьера почему ее переименовали вроде как старое название было воскресенской видите сухо на дороге грязи нету снег как-то так незаметно с газонов растаял вроде бы и луж даже нету сейчас я попробую снять издалека табличку с надписью вот это табличка от меня располагается где-то метров 100 наверное побольше чуть смольная дальше идет уже смольная набережная воскресенская заканчивается начинается смоль смольная набережная качество картинки вы сами видите по краям тоже четкость цвета насыщенные хотя солнце как я уже сказал не было от слова вообще вот вот театральная тумба с рекламная сейчас попробуем ее рассмотреть вот все видно буквы видно конечно дрожь идет но ничего ну а пока обеденный перерыв попробуем съездить на петровскую набережную поменяем локацию петровская она называется потому что здесь стоит домик петра и памятник петру первому видите снега уже нет практически вот ворота когда-то него доходила до края забора это решетки вот эта дорога это уже насыпная впереди виден литейный мост когда мы оттуда снимали а это львы привезены из маньчжурии одним генералом в 1907 году в память память санкт-петербургу называют их по моему шадзи или как-то так а теперь попробуем все давайте ролик заснимем право уже какой-то мелкий снежок пошел но не а а а а а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok